Здравствуйте, уважаемые едоки! Давайте попробуем сегодня новый квас от Очакова. Называется «Семейные секреты» Бородинский квас. Пока я готовилась к этому обзору, я прочитала историю. Оказалось, что путешественники поехали по маленьким деревням России и пробовали везде квас. И в итоге нашли самый вкусный квас, по их мнению, которого не было нигде. То есть еще такой квас никогда не продавался. Какой-то очень редкий семейный рецепт. Вкусный и с оттенком бородинского хлеба. Знаете, я обожаю бородинский хлеб, обожаю квас. И когда я увидела эту упаковку, я даже не сразу поняла, что это квас в магазине. Знаете, я подумала, а что это, интересно, такое симпатяшненькое. Хочу сразу поставить большую оценку человеку, который сделал дизайн этого кваса. Реально очень приятный, уютный, такой прям какой-то деревенский квас. Хочете его взять и так, как пирожочек. Надо же, конечно, попробовать вкус, потому что на вкус это самое главное. Можно написать много всякой ерунды и сделать красивую упаковку, а внутри, может быть, невкусно. Поэтому давайте протестируем. Берем наш квас, он очень сильно охлажденный. Я надеюсь, он меня не зальет сейчас. О! Из него пошел дымок. Запахло клюквой. Квашеной топостой. Вообще очень необычно. И протухшим пивом. Извините за такие ассоциации. Но пахнет реально очень странно. Хотя он свежий. Но я не знаю, почему такой запах. Давайте пробовать на вкус. Вот мы наливаем. Вы видите его цвет. Видите, он светлый. Какой янтарно светлый квас. Почти что как светлое пиво. Так, попробуем. Такой необычный напиток. Я бы сказала, что он вообще не похож на квас. В нашем понимании, как мы привыкли пить квас. Во-первых, здесь очень гигантская пенка. Если вы будете наливать этот квас в кафе или в ресторане, имейте в виду пенка вот такущая. Ну, это типа зрелищно, да, и все такое. Вот, но здесь написано, что это молочно-кислое дрожжевое брожение. Мне кажется, что этот вообще квас похож чем-то даже на кефир. Он такой кислый. Ну, реально как протухшее пиво. Я не знаю, вы пробовали как-нибудь протухшее пиво? Я однажды пробовала. Такое вот светлое, легкое протухшее пиво. Ну, которое постояло на солнышке. Знаете, такое чуть-чуть подкислилось. Вот. И у этого кваса вот такой вкус. Очень сильный такой пивной оттенок. В нем нет алкогольного оттенка именно как спиртового. Вообще не чувствуется. Но чувствуется вот это какая-то... Какая-то вот кислость, очень сильно насыщенный вкус и вообще не похож на квас. Я не понимаю, почему он называется квас? Мне кажется, вот я его распробовала. Появился сладкий привкус такого, знаете, сладкий привкус какого-то изюма, что ли. Ну, вообще, если бы мне дали попробовать этот напиток, я бы сто пудов сказала, что это безалкогольное пиво, постоявшее на солнце. Вот. В окрошку я бы его вливать не стала. Но если вам нравится вообще пиво и вот такой вкус пива светлого... Немножко такого постоявшего, может быть, пиво с клюквой, вот такая у меня есть ассоциация, пиво с лимоном, я не знаю, пиво с кефиром, ну, какая-то такая вот ассоциация с квашеной капустой, может быть. В общем, если вам это все на слух кажется, я бы это попробовала. Вот, попробуйте, я думаю, вы будете в восторге, потому что такого необычного кваса я не пробовала ни разу. Ну что, давай... Тоже попробую. А, какая пакость, как ты это ешь? Ну, мне нравится. Фу! Я вообще любитель странных вкусов, знаете? Это худшее, что я пробовал в жизни. Я поняла, квас с хреном, пиво с хреном, вот что-то такое вот есть. Ну, в общем, на любителя, очень сильно на любителя. Если вам нравится такой обычный стандартный вкус кваса, это вам вряд ли понравится. Пробратно, я галышом, я галышом, друзья. Я галышом! Галышей не надо. Можно покажу, что ты правда галышом? Ну, покажи, что я правда галышом. Он правда галышом. Я правда галышом. Только так пробуем напитки. Ну, делай крупный план, чтобы интереснее было. Это челлендж. Ну, вообще, я его первый раз попробовал, и это реально, это такая пакость. Я не знаю, как это можно пить. Я люблю, а чаковский квас один из лучших, на самом деле. Ну, это какая-то... Реально, это жесть. Я бы своему врагу бы не дал, знаете, вот за какого-нибудь... Пытать террористов, я не знаю, этим квасом. Это просто ужасно. У меня же слезы прошли. А чем он на вкус? Это дюшес, перемешанный с пивом. Хорошее описание. Фу. Ну что ж, друзья, вот такой квас. Если вы любитель острых ощущений, обязательно попробуйте и расскажите. Тебе понравилось? Мне понравилось. Я его с удовольствием сейчас буду пить. Я вообще, знаете, люблю всякое, там, знаете... Извращенка. Извращенские вкусы. Вот, ой. Ничего себе. Мне кажется, я попала в Голландию, где мне дают дропсы. Да. Посмотрите наш видеообзор дропсов. Ну что ж, друзья, приятного аппетита. Жду ваши комментарии. Ну, если вообще все квасы взять, которые я пробовала в жизни, этому квасу я бы поставила 7,5 баллов. Потому что он достаточно оригинальный, вкусный, но не универсальный. Его невозможно использовать в окрошке или в каких-то таких блюдах, потому что у него реально такой терпкий, странный вкус. Он может перебить вкус даже куриных лапок, которые мы сейчас собираемся есть. Ну что ж, друзья, приятного аппетита. Жду ваши комментарии. Мне очень интересно узнать, как вам понравился этот квас. Просто ради прикола. Попробуйте там у друга или у кого-нибудь этот квас. Или сами купите. И напишите в комментариях, чем вам по вкусу кажется этот квас. И понравился он вам или нет. Я до сих пор не могу избавиться от этого привкуса во рту. Это ужасно. Всем пока. Пока.